31 мая 2017 года в районном Дворце культуры имени Виктора Николая Вичелёнова состоялось закрытие 14-го благотворительного Бахрушинского фестиваля. Фестиваль творчества, высокого профессионального искусства и благотворительности, в рамках которого прошло 9 мероприятий. Выставки, концерты, спектакли, творческие вечера и тысячи зрителей. Улыбки, слёзы, букеты и, конечно, аплодисменты артистам и организаторам, подарившим настоящий праздник. Если говорить о программе фестиваля, на мой взгляд, она удалась. Мы привезли сюда французов, мы сыграли в спектакле «Вреде табака» в очень необычной обстановке кафе «Зарайск». Конечно, Евгений Князев, кто был на творческом вечере, поразил своей предельной нотой искренности, приоткрыл завесу не только о своём творчестве, но и о себе самом, как о личности, личности очень крупной, ярчайшей, исключительной личности в нашем отечественном театре. Незабываемо в памяти всплывает открытие фестиваля на Притеченском храме, построенном Бахрушинами, выступление хора Свешникова и народного артиста России Владимира Маторина. Театр из Якутии для детей также оставил след в душах юных наших зрителей. И вот сегодня, сегодня финиш и сегодня финальная точка. Бахрушинский фестиваль в Зарайске стал одним из брендов не только Зарайска, но и России. О нём говорят, о нём пишут. Со словами благодарности в адрес организаторов выступил временно исполняющий обязанности руководителя администрации Зарайского муниципального района Олег Сымков. Во-первых, я хочу поблагодарить нашего замечательного человека, нашего партнёра, уже гостем не назовёшь, потому что вы местный практически, Александр Михайлович. Вы знаете, очень приятно, что есть люди, есть люди, которые чтят традиции. И я думаю, что под аплодисменты ещё раз скажу им огромное спасибо от всех нас. Я надеюсь, что в следующем году мы ещё большим аплодисментом будем встречать замечательные коллективы, замечательных людей. И ещё раз вам спасибо огромное. И мы ждём вас, мы ждём вас всегда и всегда рады вас видеть. Финишная точка фестиваля была поставлена ярким зрелищным действом. Спектаклем – реконструкция футуристической оперы «Победа над солнцем» в постановке Театра музыки и драмы под руководством Стаса Намина. Опера, которую услышали и увидели зрители, создана в 1913 году. Её авторы – Казимир Малевич, Михаил Матюшин, Алексей Кручёнов и Вильямир Хлебников. Опера эпатажная, авангардная, но имеющая глубокое внутреннее содержание. Мы подружаем против себя мир, устраиваем лесню пугалей. Сколько крови, сколько сабель и пушечных тел, мы подружаем горы. Толстых красавиц, толстых красавиц, мы соберли вдоль, Пусть там пьяницы, ходят разные на кишон. Корректор А. Казахстан Нет у нас песен с ногами наград, Что тежь ли плесень тухлых наявок? Солнце, солнце, дым и страсти рожало, Жгло воспалённым лучом, задёрло пыльным, как кряло, За голодчик плитом, плитом. 14-й благотворительный фестиваль состоялся, и мы вместе со всеми зрителями говорим «Браво, фестиваль! Браво!» Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант» Зарайское кабельное телевидение.